Соломбола Страницы истории Острова дельты Северной Двины, среди которых особое значение приобрели Соломбольские, начали заселяться к концу XVII века. Это были низменные, заболоченные, часто подтопляемые территории. Что отразилось в самом названии Соломбола, означающем «топкий болотистый остров». Но именно здесь произошли события, ставшие знаковыми для молодого российского государства. В августе 1693 года по указу царя Петра на Среднем Соломбольском острове была заложена первая в России государственная судостроительная вельф и учреждено Соломбольское адмиралтейство. Кстати, народная легенда и само название острова связывает с царем. Оно якобы происходит от двух слов «бал» и «солома». «Бал» был в честь спуска на роду первого русского корабля. Устроил, дескать, Петр на Соломе, чтобы празднику не мешала обычная для здешних мест весенняя грязь. Первоначально строений на верфи было немного. Казарма служителей, сарай для обработки корабельных деталей, кузница до амбары. В 1740 году появились здесь и улицы, застроенные живыми домами. Первый историк Соломболы Истомин писал, «Адмиралтейские служащие строили свои дворы, избы, избушки, где попало, лишь бы поближе к верфи. Места отводились без плана. Дворы были на нынешний деревенский манер, с поветями, с хлевами. Избушки строились одиночками и бедняками. Еще не разжившимися, в ту пору Соломбола воспринималась, как своеобразное заречье, предместье Архангельска». Безусловно, происходящие в городе перемены не могли не коснуться и облика Адмиралтейской слободы. Постепенно она начала строиться в соответствии с разработанными в конце XVIII века регулярным планом. Большой Соломбальский остров покрыла густая сеть улиц. Здесь жили большей частью матросы, плотники, резчики и столяры верфи, а также офицеры. Почти все строения были деревянными, за исключением кузницы, смоловарни и казначейства. Позже построили еще два внушительных размеров каменных здания, где разместились казармы флотского экипажа. Перед казармами создали плацпарадную площадь, в которой был проложен новый проспект, получивший название «Никольский». В то же время в Соломбале ввели порядок, согласно которому служебные и складские строения не должны отнимать виду на берег и корабли. Набережная надлежала стать гульбищем, а равно и украшением слободы. Но данное предписание не выполнялось. Территорию набережной по-прежнему занимали купцы, строившие там склады, причалы и деловые конторы. При рассмотрении плана Соломбову прежде всего бросается в глаза, что в части города, окруженной со всех сторон водой, ни один участок набережной не представлен для пользования жителей в целях отдыха и наслаждения природой. Говорилось в одном из документов Городской думы начала прошлого века. Между тем, к 1861 году Соломбальская гавань протянулась вдоль Северной Двины на пять верст и в ней могло поместиться до тысячи кораблей. Часто здесь останавливались приходившие в Архангельск иностранные суда, а посему набережную старались содержать в приятном взору виде, в отличие от многих других улиц Соломбалы. Однако в середине XIX века во всем мире парусные суда стали заменять паровыми. Соломбальское адмиралтейство оказалось не готово к такой коренной перестройке, да и Северная Двина быстро мелела, что затрудняло проводку морских судов. В конечном итоге Архангельскую верфь пришлось упразднить, а саму Соломбалу, доселе бывшую самостоятельным селением, причислить к городу, начался новый этап в её жизни. Главной улицей Соломбалы стал Никольский проспект, проходивший через весь остров параллельно Двине. Здесь проживало в основном купечество, что и понятно, ведь по соседству располагалась главная торговая площадь, заполненная деревянными рядами и лавками. Центральный Преображенский собор, называвшийся Адмиралтейским или Морским, тоже выходил на проспект. А одним из самых заметных зданий на Никольском стал Народный дом императора Петра I, в котором действовали дешёвая столовая и чайная, бесплатная библиотека и зал для спектаклей. В советское время проспект носил имя председателя профсоюза рабочих архангельских лесозаводов Левачёва. Но в 1993 году ему в числе многих других улиц города вернули историческое название – Никольский. Вот такую богатую историю имеет один из старейших районов нашего города Архангельска – Соломбола. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова